В профайле Мартена Фуркада 74 выигранные личные гонки на этапах Кубка Мира и Олимпиадах. Возможно, биатлон надоест французу раньше, чем он достигнет рекорда у Леонара Бьерн Долена 95 побед, но как минимум один шаг к статусу лучшего на все времена Мартен уже сделал. Фуркад взял седьмой, большой хрустальный глобус, такого успеха не добивался ни один биатлонист в истории, Мартин Фаркейт Овекс Эс Глобс 2018 Джей Тимеджес и ни одна биатлонистка. В последний раз над соперницами так издевалась Магдалена Форсберг, когда в 2002-2006 раз подряд выиграла общий зачет. С тех времен в женском биатлоне обладатель Кубка Мира меняется каждый год. В сезоне 2017-2018 почетный сувенир в нервные развязки вырвала Кайса Макарайнин. 35-летняя финка страдает на Олимпийских играх, но тащит на дистанции. Видео – крутейший финал сезона, где судьбу титула решил последний выстрел Кузьмины, кто разочаровал одной из самых редких суперспособностей спортсменов – своевременный уход. Берн Долин за годы в спорте застолбил статус короля, но чем дольше норвежец бегает, тем больше страдает его образ. Из-за слабых результатов 44-летний атлет не попал Бхюнч Хан и закончил Кубок Мира на 43-й позиции. Ниже в общем зачете у Леонар был только в дебютном сезоне 25 лет назад. Камера выхватывала его в каждой гонке, но чудо не происходило от короля остались только память и название. Жаль, что легенда заканчивает именно так. 21-летняя Жустин Брайса только на пути к признанию, но уже огорчила французских болельщиков. Девушка мощно начала сезон, одержав первую победу в карьере и дважды запрыгнув на вторую ступень подиума в декабре. А вот со второй половины января мадам поплыла, не поднималась выше 10-й строчки и в каждой гонке минимум два раза стреляла мимо. Как итог, заваленная Олимпиада и 17-е место в общем зачете после шестой позиции в прошлом сезоне. Кто удивил из ноунеймов Международный союз биатлонистов, поверил в этих юнцов еще в прошлом марте. Новичками года тогда признали Хану и Берг и Себастьяна Самуэльсона. Представители Швеции предпочли пейдесталом Кубка мира олимпийские медали и Берг внезапно взяла золото в индивидуальной гонке и серебром в эстафете. Самуэльсон не дотянул до медали индивидуалки, зато заграбастал серебро в посеюте эстафетной золота. В окончании сезона 2017-18 Айби Ю выделил Светлану Миронову и Эмильена Жаклина, следующей зимой за молодыми людьми нужно внимательно следить. Кто завершил карьеру биатлониста обычно слишком осторожны в прогнозах, может даже показаться, что в следующем сезоне состав Кубка мира изменится чуть ли не наполовину. Лаура Дальмайорник гарантирует, что найдет мотивацию, Антон Шипулен понимает, что вряд ли будет в тупе на следующей Олимпиаде, а пропустившая из-за травмы сезон Габи Каукалова разочаровалась в партнерах по сборной и тренерах. Есть герои, которые уже попрощались с биатлонным миром, олимпийские призеры Ярослав Саукуб, Жан-Гиом Беатрикс и Мари Дориан Абер, чемпион Европы Флориан Граф и бравшая медали на чемпионатах мира, Тимберг, Луэл Эль Бейли, Вероника Новаковская и Хильди Фейни. Кто автор самого обидного фейла в январе, тренерский штаб сборной России дал ульяне кэшевый шанс прокатиться на Кубке мира. Девушка удачно начала индивидуал корпальдинга, чисто отстрелявшись на первой стрельбе, но дальше гонка пошла по идиотскому сценарию. Прикатив на вторую стрельбу, спортсменка обнаружила, что в винтовке нет диоптра, детали прицела. Сделав три промаха, биатлонистка взяла новое ружье, на результат не улучшился, шесть выстрелов мимо и восемьдесят девятое место. Ульяна Кайшава от Тигрек и Меджес. Мы обычно проверяем винтовки перед гонкой после пристрелки, патроны, обоймы, состояние крепожных ремней. Все это должна была проверить Кайшава, но похоже, спортсменка просто этого не сделала. Олимпийская чемпионка Турина Альбина Ахатова считает, что Ульяна сама виновата в неприятном инциденте. А еще, впервые в истории сборная России не привезла олимпийские медали, а русские биатлонистки ни разу не попали на подиум по ходу сезона. Дарья Домрачева сравнялась с Магдалиной Нойна по победам в Кубке мира, обе выиграли по 3-4 гонки. Матен Фуркат уничтожает норвежский биатлон. Финансовая группа ДНБ больше не будет спонсировать скандинавскую сборную из-за снижения интереса к биатлону в стране. Главные снайпера сезона из топ-20 общего зачета Яков Фак 91% точных выстрелов и Надежда Скардина 93%. Другие тексты о биатлоне Цветков впервые выиграл золото на КМ, он станет лидером русского биатлона. Если закончит Шипулин Фуркат, величайший биатлонный чемпион, теперь официально все-все-все главные истории в вашем телеграмме. Субтитры создавал DimaTorzok